Здравствуйте, дорогие друзья! Программа Эх, дороги на телеканале Ветто продолжается и продолжаем мы тему, которую ведем всю эту неделю. Мы на взрывно-посадочной полосе аэропорта Бахаревка. Самолеты здесь больше летают, зато летают автомобили. Зато здесь можно оттренировать свое умение управлять автомобилем в грамотных условиях городской среды. Помогает нам вот уже который раз Андрей Тарасов, эксперт, инструктор по контраварийному вождению. Здравствуйте, Андрей. Добрый день. Существует два вида торможения. Одно из них экстренное, когда требуется максимально быстро затормозить. Здесь нужно со всей вашей силой приносить ногу и быстротой ногу с газа на тормоз. Ситуацию мы метим. Я еду, еду, еду. Потом максимально быстренько на тормоз. Это, ну, например, когда у вас впереди какой-то, куда возникает человек, ребенок, и требуется максимально быстрое торможение. Здесь каждая доля секунды очень важна. Поэтому чем быстрее вы ногу с газа на тормоз принесете, и чем вы сильнее нажмете на тормоз, это будет максимально эффективно. Есть такая, ну, странная практика, когда люди тормозят очень медленно, а ситуация экстренная. Я еще раз говорю, я говорю про ситуацию экстренную, где требуется максимально быстрое торможение. Максимально. И теперь о торможении штатном, плавном, которое мы должны использовать в любом другом случае, который не экстренный. Здесь принципиально важно, чтобы вы это делали таким образом, чтобы машина как будто бы сама остановилась. Вот она ехала, 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 катилась и остановилась сама. Это не очень сложный, но довольно важный прием торможения. Сейчас я его вам подемонстрирую. Вот, например, мы едем в автомобиль, у нас впереди в нормальной ситуации горит красный свет на перекрестке, либо какая-то иная остановка. И чтобы я мог остановиться так, как хотелось бы плавно и безопасно, я нажимаю на тормоз, обычным образом, достаточно сильно, а в самом конце слегка ослабляю тормоз. То есть я не дожимаю тормоз до пола, скажем так, а наоборот слегка и медленно ослабляю тормоз. И тогда автомобиль остановится практически без толчка. Мы после первых двух программ уже получили достаточное количество откликов. Призываю вас, дорогие друзья, если у вас возникнут вопросы к Андрею Тарасову, задавайте их, пользуя каналы для обратной связи нашей телепрограммы. Есть мы в интернете, www.veta.tv. Это сайт нашего телеканала, там есть форума для обратной связи. Есть мы в социальной сети ВКонтакте. Либо группа телеканала Вета, либо группа программы Эх, дороги. Пишите, оставляйте свои сообщения, ну и, естественно, фото и видео, и делитесь своими дорожными историями. Увидимся с вами уже совсем скоро на сегодня. Все, пока! Субтитры создавал DimaTorzok